Жизнь без воды невозможна. Она необходима для всех обменных процессов организма. Постоянный доступ к питьевой воде из крана давно стал обыденностью для большинства людей на планете. Но часто мы стали слышать, что водопроводная вода может быть опасна для здоровья и содержать в себе тяжелые металлы, пестициды и даже антибиотики. Так что же это? Ничем не обоснованные слухи? Последствия агрессивного маркетинга компаний по продаже очистительных фильтров или неутешительная действительность? Всем привет, вы на канале Дано, и сегодня мы разберемся, опасна ли вода из-под крана, что она содержит в своем составе и как выбрать максимально безопасный вариант. А вы? Используете нефильтрованную водопроводную воду для питья и приготовления пищи? Или считаете это вредной привычкой? Ждем ваших ответов в комментариях. Итак, водопроводная вода. Первый и самый популярный вопрос, который возникает у каждого, можно ли пить ее прямо из-под крана? Безусловно, системы очистки воды совершенствуются с каждым годом, особенно в крупных городах. Беспокоиться о том, что вы можете отравиться или тяжело заболеть, выпив пару стаканов такой воды, не стоит. Но даже при самых новых методах очистки в воде остается хлор и все то, что годами оседает на водосточных трубах. По данным Роспотребнадзора, 17,8% источников и водопроводов в стране могут содержать в себе тяжелые металлы и примеси, что не позволяет назвать их полностью безопасными. Самое низкое качество водопроводной воды в России фиксируется в Калмыкии, Хакасии, Карачаевой Черкесии и Чечне. Что касается хлора, который используют для дезинфекции воды, то тут ученые не дают однозначных ответов. Его избыток может быть опасен, точно так же, как и недостаток. Источником воды являются водохранилища, озера и реки. Это среда обитания многих паразитов, бактерий и грибков. Поэтому открытие, позволившее применять хлор в качестве обеззараживающего вещества, в свое время стало настоящим спасением, так как позволило свести к минимуму количество кишечных инфекций, которые были распространены из-за невозможности дезинфицировать воду. Но не стоит забывать, что хлор – это токсичное вещество, и о его влиянии на организм дискутировать сложно. Многие соединения хлора нестабильны в воде, и не до конца понятно, какие химические процессы происходят при взаимодействии с материалами труб конкретно взятого водопровода, или в ситуации, когда человек запивает сильно хлорированной водой из-под крана таблетку, назначенную врачом. Также стоит учитывать, что концентрация хлора в водопроводной воде может зависеть от времени года. Например, весной, когда стающим снегом в водоемы попадает много грязи, хлорирование усиливают. Онлайн-издательство MedMD добавляет, что помимо хлора в водопроводной воде могут содержаться тяжелые металлы, частицы ржавчины, нитраты, пестициды, диоксины и даже ртути свинец. Также Роспотребнадзор подтвердил неутешительный факт. В связи с ростом числа больниц и расширением фарминдустрии, которые могут неправильно утилизировать отходы, в воде действительно возможно присутствие гормонов и антибиотиков. В связи с чем были введены нормативы по их содержанию, чтобы ужесточить контроль над ситуацией. Мы ввели обязательные нормативы для содержания в питьевой воде гормонов, дополнительного ряда антибиотиков. В нынешних реалиях полностью исключить факт попадания этих веществ в воду невозможно. Можно лишь регулярно делать контрольные замеры в зонах повышенного риска. Также различные химикаты могут попадать в водопровод с источными водами предприятий и при использовании удобрений на близлежащих территориях. Многое зависит и от самого источника, системы очистки на водоканале и состояния труб. А некоторые примеси при взаимодействии с хлором могут усиливать свое негативное воздействие. Но на данном этапе хлор остается самым эффективным и недорогим вариантом очистки воды и применяется по всему миру. ВОЗ предупреждает, что не стоит увлекаться употреблением водопроводной воды без предварительной очистки, так как повышенная концентрация диоксинов, которые могут содержаться в воде, при длительном воздействии способна нарушать работу нервной и иммунной системы и даже становиться причиной онкологии. Так как же можно очистить воду? Один из самых простых методов – это кипячение. Оно действительно может помочь избавиться от микробов и паразитов, а вот с химическими загрязнениями такой вариант точно не справится. Все тяжелые металлы, пестициды, хлориды, диоксины даже после кипячения останутся в исходной концентрации. Снизить количество хлора можно, отстаивая воду в открытой таре более 6 часов, но оба метода крайне неудобны и малоэффективны. Недоверие к водопроводной воде растет, и все чаще люди стали прибегать к использованию покупной воды в пластиковых бутылках. Исследования, опубликованные в журнале Water Research, утверждают, что большинство европейцев пользуются именно бутилированной водой, считая ее более безопасной и приятной на вкус. На их выбор также влияет реклама и удобство использования. Причем статистика говорит о том, что больше бутилированной воды употребляют мужчины. И, казалось бы, мы нашли приемлемый вариант, но и здесь все не так просто. По данным, опубликованным в журнале гигиены окружающей среды США, более 90% бутилированной воды ведущих мировых производителей загрязнены микропластиком. Попав в организм, он приводит к гормональным нарушениям, сбою работы щитовидной железы, повышению уровня эстрогенов и подавлению тестостерона у мужчин. Поэтому лучше минимизировать употребление покупной воды в пластиковой таре. Если вы все же решили покупать воду в магазине, то стоит внимательно отнестись к выбору. Для ежедневного использования подойдет только столовая вода. Ее можно использовать в неограниченных количествах для всех нужд. Вариант лечебно-столовой или лечебной воды непригоден для постоянного употребления и приготовления пищи. Такую воду нужно применять курсами и только по назначению врача, выбирая определенную разновидность, исходя из наличия конкретного диагноза. Также ученые не советуют удалять жажду газированной водой. Ее употребление на постоянной основе может привести к повреждениям зубной мали и проблемами с желудочно-кишечным трактом. А о том, сколько воды следует употреблять для поддержания здоровья, мы расскажем в наших ближайших роликах. Не забудьте подписаться на канал. А пока вернемся к способам очистки. И самым надежным методом на сегодняшний день остается фильтрация. Наиболее распространенный и бюджетный выбор – это фильтр кувшин. Он не требует установки, и к нему можно подобрать определенный картридж в зависимости от особенностей воды в регионе проживания. Главный минус этого варианта – низкая производительность. Он позволяет очистить всего около 2 литров за 5 минут, что определенно не подходит для больших семей. Более дорогой и основательный вариант – это стационарный проточный фильтр. Он удобен тем, что быстро очищает большие объемы воды, но в разы дороже и требует установки специалистами. Чтобы подобрать оптимальный вариант фильтра, вы можете получить информацию о качестве воды в вашем месте проживания на сайте Карта Воды России. А для столицы подойдет сайт МОЗ Водоканала. Здесь есть подробная информация по каждому району города. Ну и подводя итоги, скажем, что мы бы не рекомендовали вам использовать водопроводную воду без предварительной очистки на постоянной основе. Не стоит злоупотреблять и водой в пластике. Уменьшая потребление бутилированной воды, вы сохраняете свое здоровье и окружающую среду. По возможности начните фильтровать воду в домашних условиях и внимательно отнеситесь к подбору оптимального варианта картриджей, исходя из особенностей воды в вашем городе. Поддерживайте ваше здоровье в целом, следите за питанием, физической активностью и будьте здоровы. И на сегодня у нас все. Подписывайтесь, ставьте лайки, впереди нас ждет много интересного. Пока-пока!